Доброе время суток, уважаемые родители! Рад вас чувствовать на далёком расстоянии. И мы с вами продолжаем наши семинары. И сегодня есть тема для нашего разговора. Тема, в принципе, родилась в очередной раз, когда я внимательно изучаю, внимательно слежу за вашим общением в чате, за какими-то рекомендациями, которые вы друг другу даёте, и понимаю, что иногда даже заключение специалистов, к которым вы обращаетесь, не совсем правильное, не совсем правомочное. И вот появилось желание рассказать и объяснить вам о различных видах массажа, о различных видах альтернативной медицины, чтобы вы понимали, что предлагают вам специалисты, чтобы вы понимали, что нужно вашему ребёнку, и что, собственно говоря, та или иная методика означает. Итак, весь массаж, все виды массажа делятся всего-навсего на две группы. Первая группа – это массаж классический, то есть тот, который, в общем-то, мы привыкли, тот, который мы знаем с детства. Это массаж руками, мышцы, различные приёмы, связанные с работой на теле человека, с различными движениями, направленные на работу с мышцами только. Этот массаж зародился в Европе, его, в принципе, ввёл в медицину греческий первый доктор Гиппократ, его изучают, с ним работают, и, в общем-то, он имеет определённый эффект. Это первая группа массажа. Параллельно с развитием европейского массажа в Азии стали развиваться массажи, виды массажей, которые являются продолжением восточной философии, восточных взглядов на мир, на окружающую среду, на человека в этой окружающей среде, на контакт человека с окружающей средой, с космосом, с биологической энергией, ну и, соответственно, как одна из форм такого контакта, вернее, нарушения такого контакта – это болезнь. И вот в каждой стране есть своя определённая философия, свои определённые взгляды на действия, вот на такой контакт, и, соответственно, методы целительства, методы лечения. И вот если классическая медицина, в том числе и классический массаж, считают, что массажа можно вот опосредованно вылечить то или иное заболевание, то восточные целители, восточные философы говорят о том, что заболеваний нет вообще как таковых. А что же есть? Есть нарушение баланса, причём как и преобладание негативной энергии в человеческом организме, так и преобладание позитивной. Не имеет значения, что вылезает, что превалирует. Может быть, и положительная энергия больше, чем отрицательная, соответственно, баланс нарушен, человек уже не здоров. Я думаю, что вы сталкивались, находясь рядом с человеком, который очень радостный, очень активный, эти эмоции положительные зашкаливают, и вы видите, что с человеком явно не всё в порядке, он нездоров, невозможно, тяжело находиться рядом, и так далее. Так вот, что говорят восточные мудрецы? Они говорят, что любое нарушение баланса – это нездоровье. и что делают целители? Они этот баланс восстанавливают. Баланс восстановили, симптом ушёл. То есть, что происходит при воздействии методами восточного массажа? Происходит установление баланса. Вот голова болит, совершенно не интересует, почему она болит. причины. Голова болит, поработали над определёнными структурами, голова прошла, баланс восстановился. Не важно, с чем это было связано, важен результат. Соответственно, стран Востока много, взглядов философских и так далее тоже много, но, тем не менее, что-то их объединяет. Их объединяет следующее. Их объединяет то, что любая восточная система массажа рассчитана на то, что доктор, целитель воздействует на триста шестьдесят пять биологически активных точек. Их триста шестьдесят пять. Не больше, не меньше. И каждая методика обозначает и предусматривает воздействие на эти точки. Нет других. Возникает вопрос, а что же это такое за точки? И вот здесь очень интересно об этом задумались где-то в семидесятых годах прошлого века ученые биофизики и изучая организм человека, они вдруг выяснили, что в организме человека есть группы клеток, которые обладают сниженным сопротивлением к электрическому току. Если кто-то из вас хорошо учился в школе, то он помнит основополагающий закон физики, а именно закон Ома, который гласит, что чем ниже сопротивляемость, тем выше скорость прохождения заряженных частиц. В организме человека заряженные частицы это носители энергии, как и везде, но в организме человека это носители биологической энергии. То есть, соответственно, мы получили группы клеток, где скорость движения этой биологической энергии выше, чем в других. И когда эти группы клеток графически изобразили в человеческом организме, то получилось, что атлас биологически активных точек из Китая привезён и атлас групп клеток, обладающих повышенной скоростью движения биологической энергии, они совпали. Соответственно, мы делаем вывод, что биологически активные точки это группы клеток, обладающих повышенной скоростью движения биологической энергии. И, соответственно, они выстраиваются, эти группы клеток, по определённым линиям, которые называются Так вот, все виды восточного массажа, все виды восточного целительства – это воздействие на одни и те же биологически активные точки. Возникает вопрос, соответственно, а почему же, что же их отличает, вот эти разные виды массажа восточного. Это отличает две вещи. Первая – это географическое, я имею в виду на теле, положение этих точек. И вот здесь, внимание, каждая методика, она имеет свои определенные нюансы. Ну, например, шиацию – японская методика, я думаю, вы слышали, обращались. На самом деле, это воздействие на биологические точки, расположенные на спине. И вот если вы приходите к специалисту, который делает шиацию на всем теле, то специалиста надо менять. Он сильно не понимает, о чем идет речь. Почему? Потому что нет шиацию на ногах, на животе, на голове и прочее. Эта методика направлена на лечение только на спине. Ну, вот это японское. Например, массаж гуаша – тоже японский вид восточного массажа. На самом деле, это воздействие на биологически активные точки, которые выстроены вдоль определенных линий, вдоль определенного меридиана, который располагается по одну и другую сторону от позвоночника на расстоянии, скажем, примерно 0,75 сантиметра, одна линия вдоль позвоночника – 1,5 сантиметра, 3 сантиметра. То есть, получаются такие полосы. Очень эффективная методика, но ее нужно делать правильно. Дальше. Ну, например, такой метод корейской восточной медицины, как суджок. Суджок – это воздействие на точки, биологически активные точки на стопах и кистях. Су – это кисть по-корейски, джок – это стопа. То есть, берут определенные какой-то, можно пальцы, можно иголкой, можно какими-то другими, да, и воздействуем на биологически активные точки только на кисти и на стопах. Не бывает суджок тела, суджок спины или суджок каких-то других частей тела. Это неграмотно, неправильно. Специалист просто не понимает, о чем речь. Воздействовать на эти точки можно разными предметами абсолютно. Главное, чтобы знать, где они расположены. Ну, дальше, например, рефлексология. Очень модная методика. Вот, все бегут делать рефлексологию всего тела, абсолютно не понимая, что рефлексология – это метод, направленный на воздействие на точки только стопы. Нет рефлексологии кистей. Это уже не рефлексология. Дальше, кроме того, кроме расположения точек на теле человека, методики отличаются еще и техникой воздействия на эти точки. Ну, например, скажем, методика вьетнамского массажа – это воздействие на биологические точки локтями. Массажисты вьетнама работают только локтями и идут по биологически активным точкам. Делают это очень быстро и достаточно сильно. Скажем, тибетский массаж – это воздействие на точки сразу аккордом, сразу на пять точек, у которых есть определенные общие симптомы. Ну, например, скажем, тайский массаж, не тот массаж, который туристы получают в Таиланде. На самом деле тайский лечебный массаж делается двумя пальцами. Один ставится на точку, второй воздействует на первый палец и идет работа по точке. Ну и, соответственно, на точке можно воздействовать и пальцем, и иголкой. Это будет иглорефлексотерапия, метод воздействия на точке иголкой. Это, скажем, аурикулотерапия воздействия на точки ушной раковины и так далее. То есть каждая методика подразумевает совершенно определенное воздействие. И вот при этом надо понимать еще один момент. Дело все в том, что специалист, работающий в системе восточного массажа, в методиках восточного массажа, не может не работать как биоэнергетик. То есть он работает своей энергией, и своей энергией он лечит. И вот здесь я хочу предостеречь, ну или, может быть, объяснить многим мамам разницу между различными видами философии и лечения в методиках. Очень часто обращаются к специалистам таких методик, как йога, цигун, авиверда и так далее. На самом деле эти методики не являются лечебными. Почему? Удивленно, скажете вы, глядя вот этот ролик. Дело в том, что эти методики направлены на как бы самосовершенствование. Человек, владеющий и умеющий работать в этой системе, он как бы учится воспринимать энергию окружающей среды исключительно для себя. То есть он сам себя лечит. Да, конечно, какой-то лечебный эффект с учетом постановки дыхания, с учетом развития мышечного аппарата, оказывается. Но лечить, скажем, цигуном кого-то невозможно. Только себя. Почему? Потому что специалист, владеющий восточными методиками, он умеет концентрировать свою энергию и направлять свою энергию на лечение другого человека, активизируя там процессы, необходимые в организме человека. И получать свою энергию обратно, используя это как своего рода диагностический элемент. Поэтому, если вам предлагают лечиться так-то, так-то, будьте внимательны и постарайтесь понять, нужно ли это вашему ребенку. И сможет ли ребенок правильно вот это воспринять. Да, это на самом деле не так-то просто. Поэтому в данном случае надо понимать, что осуществляет тот или иной специалист. И если какие-то методы я сегодня вам не рассказал, или вы хотите узнать о каком-то методе что-то поподробнее, пожалуйста, обращайтесь через чат, звоните, пишите. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы по мере их поступления. А сегодня мы с вами прощаемся. До новых встреч и берегите себя. До новых встреч и берегите себя.